итак вот наши две подопытных пилы на их примере мы посмотрим где находится зажигание как его так сказать открутить достать и какого про диагностирует я не зря выбрал эти две пилы они во-первых очень распространены у нас в россии ну конечно скоро тоже распространена но там конструктивных каких-то таких мелочей мало вот в этих вот больше такие мелочи которые на которые надо обращать внимание в партнерах начнем мы с нее свои особенности зажигание прикручивается обычными шурупами в пластик и этот пластик со временем изнашивается но это мы сейчас беремся на него для начала на откручиваем верхнюю крышку я уже и открутим дальше откручиваем крышку боковую она держится на 4 болта откручивайте смело ничего тут а вы не нарушите откручиваете ее и убирать ее стороночку и вот теперь то мы можем это зажигание рассмотреть поближе само зажигание это вот от колпачка свечки через бронепровод и идет на модуль зажигания модуль зажигания наш вот это вот пластмассовая как бы коробочка с металлическим таким сердечником зажигание обычно прикручивается на два болта у партнера эти шурупы они вкручиваются непосредственно в пластик вот они один болт и вот они 2 но они как бы не болты здесь а шурупы шурупы эти они включены непосредственно в пластик и это как бы небольшая такая конструктивная ошибка потому что в пластике соответственно шурупы держатся эти недолго и если что-то особенно попадает как мы видим здесь защиты практически никакой очень много летит опилок всяких если крупные стружки они постепенно попадают разбивают вот здесь вот под магнит и постепенно разбивают нам так сказать эти болты они отходят здесь еще как мы видим зажигание стоит крепко хорошо но как бы очень часто эта проблема поэтому я на этом так сказать акцентировал свое внимание но вот этот вот модуль сам это еще не все зажигание также вот на этом маховике с лопастями присутствует магнит с одной стороны он его легко увидеть он имеет вот такие вот два магнитных элемента пятнышко такие на алюминии ну и конечно они магнитятся видите вот так вот этот магнит этот модуль и наша свечка соответственно вот это и есть все в общем модуль блок зажигания какие значит могут быть у нас неисправности ну во первых самое простое примитивное это просто может сломаться свечка сгореть там много чем может быть отломиться контакт просто пробить ее может соответственно не будет искры или она будет неправильно и этого работа не будет дальше идем по этому проводу следующее у нас это нарушение вот здесь вот в колпачке есть такая вот пружинка вот она внутри там и соответственно если она оторвется от бронепровода то искры не будет а визуально вроде кажется что все целое но на самом деле если там будет надрыв то соответственно искры не будет пила работ не будет идем дальше по проводу если соответственно нет вот этой скобы или как-то она соскочила или плохо держится у нас бронепровод может тереть а маховик и протереться если бронепровод протрется по каким-либо причинам и начнет у нас пробивать на массу на на цилиндр на любую другую металлическую часть пиле то у нас искра будет неправильная может вообще ее не быть потому что искра будет уходить в цилиндр и не до свечи она просто не дойдет дальше идем по проводу соответственно приходим саму вот эту коробочку в сам модуль если же повреждение уже вот здесь внутри то сделать вы ничего не сможете в домашних условиях и весь модуль придется поменять это сделать не сложно но сам модуль достаточно дороговат от 600 до 900 я думаю где-то до 1000 рублей на партнер примеру вот поменять его несложно я сейчас чуть попозже покажу дальше с этим модулем мы как бы разобрались а еще соответственно от него отходит 2 может отходить один провод один будет идти сразу прикрепляться на массу там через металлические какие-нибудь шины или что-нибудь такое вот если же идут два провода то соответственно 2 это два провода идут на контакт на наш с вами клавишу включения выключения надо понимать что как они работают если эти провод провода просто разомкнуть то есть вот здесь вот мы с ними мысли этот зажим вот мы его сняли то пила наоборот работать то будет и заведется даже и будет пилить но она не смогу ее не сможете заглушить потому что зажигание работы на смыкание то есть если вы замкнули контакты у нас искра пропадает вы его замкнули если вы разомкнули контакты у нас появляется искра это очень тоже такой момент важный этот опять же в любом бензоинструменте многие люди наоборот скручивают их и начинают заводить искры в таком случае конечно же не будет только размыкаем и начинаем заводить это что касается самого вот этого вот модуля зажигания что касается магнита и соответственно маховика какие у него могут быть поломки чего самое плохое так сказать может случиться это открутиться вот это вот гаечка если эта гайка открутится что у нас произойдет с вами вот видите гайка гайка крепления маховика она открутилась крепление ослабло пила работает и маховик провернется на коленвале это вот это и есть и наша часть коленвала здесь вот выходит маховик репетент непосредственно коленвал и соответственно если у нас прослабо маховик провернула у нас с вами сбилось зажигание пила заводиться не будет и что самое плохое на этом маховике стоит алюминиевая шпоночка которая именно фиксировала нам маховик и коленвал в одном положении если это шпоночка слижется то магнит придется менять потому что установить его уже четко на шпонку не получится что можно сделать чтобы не менять маховик конечно дорогой он тоже стоит около 1000 рублей по современным ценам я считаю и по нашему региону вот ремонт маховика я сам уже проводил проводил не раз процедура это несложная просто немножко потребуется от вас такой кропотливой работы надо будет купить вам надфиль желательно алмазный надфиль потому что он будет лучше просто снимать алюминий вам быстрее и проще будет сделать эту работу вы на том месте где когда маховик открутиться все это слижется вы его снимете увидите там была шпонка вы просто на этом месте делайте про . протачиваете обычным надфилем протачиваете и все и вставляйте шпонку шпонку можно купить в любом магазине она стоит ну 30 рублей это максимум и в шпоночку эту поставили маховик на место аккуратненько посадили и прикрутили гайкой соответственно все будет работать стоит видите как это 30 рублей шпонка но единственно ваш труд придется конечно по точить выточить вот эту вот нишу под шпонку вот как выставить зажигание многие вот приходят не говорят сбилось зажигание на пиле надо его выставить на пилах на всех зажигание не выставляется зажигание стоит уже завода и вы уже ничего там по изменить не сможете если только шпонка вот связалась если шпонка на месте маховик сам на месте зажигание сбиться не может что может случиться может открутиться как я вам говорил вот этот вот сам пластиковый модуль примеру мы моделируем такую ситуацию он у нас открутился что произойдет в этом случае пилота у нас работает и она не заглохнет даже несмотря на то что маховик у нас будет бить по зажиганию пила все равно будет работать но что будет получаться у нас во первых появится очень стук неприятно металлический вы это конечно же сразу услышите многие опять же думаю что сразу что-то в споршневой случилось потому что звук действительно очень громкий и лязганье такое серьезное многие боятся сразу глушат пилу но это правильно что глушите но в мастерской бежать не обязательно потому что в мастерской не всегда компетентные люди верни как компетентные но не всегда честные наши мастерской конечно все по-другому потому что потому что мы честные но в некоторых мастерских действительно вы можете прийти с такой маленькой проблемой а с вас возьму денег как будто там разобрали всю пилу и чуть ли не изменили конструкцию все достаточно просто из металлический звук появился потому что наша модуль бьет по магниту конечно же он со временем разбивается причем очень быстро разбивается и в итоге в итоге из крапортом пропадет совсем для того чтобы нам выставить зажигание делается все элементарно просто берется и устанавливается между модулем зажигания и магнитом какая-нибудь тонкая прокладочка я использую для этих целей обычный календарик календарь станут старого образца вку маленький календарь и кламинированный вот такой вот у меня обычный календарик с логотипом мастер наш магазин мы его сюда его вставляем между магнитом и непосредственно модулем проворачиваем со стороны магнита потому что с этой стороны где у нас нет магнита зазор не важен важен ваша задача выставить вот здесь зазор между магнитом и непосредственно зажигание выставили и закрутили что вам могу хочу сказать по поводу именно партнеров если вот здесь у вас связалась вот эти болты связались я знаю что такие случаи сто процентов есть очень много у людей таких случаев что в этом случае надо делать связались просто поставить болты чуть-чуть потолще где взять обычные саморезы по металлочерепицы размер их 5 5 миллиметров толщина на 25 над даже можно чуть-чуть побольше на 30 32 не идут вот само сверло они будут со сверлышком сверло спиливаем резинки выкидываем и закручиваем сюда там головка будет на 8 головочкой на 8 закрутили и все они прижмутся хорошо эти саморезы и прижмут соответственно сам модуль тоже очень хорошо все подтянули вытаскиваем календарь у нас получается с вами зазор зазор идеален пила должна работать не давно не то что должна будет работать отлично в этом случае что по поводу зазоров на свече сегодня как раз у меня был человек как мы на эту тему беседовали зазор на свече какой он должен быть чего там должно быть я вам так скажу что если свеча сама по себе рабочая то зазор ее даже на глаз просто берем примерно там около миллиметра делаем и все будет работать если сама по себе свеча плохая много имеет вот здесь вот внутри своих каких-то нагаров могут такие на на рост аж появляться ну конечно это свеча уже непригодна ведь у данная свеча она имеет прямо аж такой светлый оттенок пила явно работает хорошо вот здесь проблема человек пришел на звездочку поменять поэтому тут проблема конечно не в двигателе я вам просто показываю что вот вот такая должна быть свечка то это конечно хорошо все по поводу партнера мы с вами выяснили берем назад крышку проверяем скобу чтобы все она хорошо держалась у нас здесь крышку одеваем на место и закручиваем я просто чтобы сэкономить время сильно не буду ничего закручивать чуть-чуть подтяну отставляем партнера берем с вами штиля по штилю ситуация та же самое зажигание выставляется обычным календарем вот снимаем крышку раз раз вот вот здесь вот у нас с вами имеются такие крышки 1 масляного бака 2 бензобак если мы открутим с вами крышку стартера то мы ее не сможем снять потому что крышки бензо и масло бака будут мешать ну видите что ли я не подготавливал еще ничего тут не откручивал поэтому чуть-чуть время мы с вами уж тебя крышка держится на трех болтах так вот уж тебя кстати на трех болтах крышка и если конечно не у всех есть такой вот у меня ключ с набор со всеми крышка откручивается торк сам торт т27 вот вот такой вот торкс вы можете им открутить вот я открутил три болта крышка наша по идее уже свободно у вас еще будет вы здесь был здесь был ставите нету человека ну поставим потом вот открутите и просто такую сторону убираете пальцем вот но крышка не снимется потому что у нас мешают с вами вот эти штуки и даже если мы их открутили она страны снимется нам надо их вытащить вот для этого мы берем вот так вот это многие начинают тянуть оторвать вот берем ли чуть-чуть поддеваем сторону и она у нас вот свободно выходит раз и с этой стороны также чуть-чуть мы поддеваем стороночку и она у нас спокойненько выходит теперь мы аккуратненько эту крышку с вами и вытаскиваем здесь ведь еще хитрецы я имею ввиду конструкторы специально в ручке сделали вот этот вот элемент специально чтобы мы с вами так сказать самодельные умельцы не лазили крышки не вытаскивали ну чуть-чуть под нажали и все вытаскивается дальше когда вы сняли крышку лучше бачки назад закрыть потому что может быть придется повернуть пилу вы на автомате повернуть все из нее по вытекает и когда вы работаете наклоняетесь все равно вот эти вот запахи испарения она плохо для вашего дыхания вот что мы видим здесь то же самое у нас модуль зажигания непосредственно вот он бронепровод и свеча также идут два контакта вот один у нас приходит в штиле вот на такую специальную вот она специально к металлическая планочка 2 вот он проводок заходит у нас прямо сюда и вы когда пилу глушите вы нажимаете и он вот здесь вот у нас соединяется вот здесь вот соединяется и у нас происходит здесь замыкание соответственно зажигание наши в этот момент перестает подавать искру и пинцопила глохнет все остальное точно так же магнит вот они на магните тоже видите два пятна вот он магнит маховик магнит точно так же простым вот таким календариком настраивается зажигание и ваша бензопила в порядке и готова к работе